Доброе утро, друзья! Это Рунет Сегодня, от 5 августа 2014 года. Напомню, что мы звучим традиционно 99,6 FM в Москве, либо онлайн на финам.фм. Также напомню о возможности и необходимости даже подписываться и слушать нас в подкасте, то есть в записанном виде. Для этого достаточно зайти на iTunes и найти программу Рунет Сегодня, либо с ноутки оказаться на сайте финам.фм. Сегодняшняя программа у нас несколько отличается от обычного. Обычно мы обозреваем события ушедшей недели. Сегодня некоторая корректировка, или вернее, как сказать, способ разнообразить наш ландшафт. Мы будем говорить о топе 10 важнейших событий, которые случились в сети за условную половину, первую половину 2014 года. Обобщим, расставим акценты, повернем так этак, ну и пытаемся разобраться, к чему это все идет. Куда идет интернет-индустрия, как она эволюционирует, как развивает сферовое пространство в целом. Меня зовут Максим Спиридонов, а о смысле идти прокомментировать события полугодия вместе со мной я пригласил руководителя Центра медиа-исследований Рео-Медиа-Лаб Василия Гатова. Василий, приветствую. Добрый день. Тоже отличие обычного выпуска от необычного в том, что у меня два гостя, сегодня один, потому как будем в коротком экспресс-режиме 10 событий рассматривать. Значит, итак, в общем, у нас впереди топ-10. И если можно, сначала пару слов. Вообще это полугодие. Насколько оно показалось значимым, заметным? Была ли новостная палитра ровной или, наоборот, весьма отличающейся от обычных? Ну, я бы так сказал, что, конечно, несколько очень важных событий произошли и в российском интернете, и в рамках общемировой повестки дня интернета. Некоторые тренды, которые еще полгода назад обсуждались как вероятностные, превратились в факт. Я бы сказал, что это было интересное полугодие, но вот то, которое наступило, наверное, даже более интересно. Ну, об этом будем говорить в конце года. А сейчас, собственно, прислалуются топ-10 главных новостей полугодия 2013. Первого полугодия 2013. И начнем с большого слияния вокруг маленьких объявлений. Шведская компания Авито Холдинг и южноафриканская корпорация Насперс в марте подписали соглашение об объединении сервисов онлайн-объявлений Авито.ру, Сланда и ОЛХ. Объединение произошло под брендом Авито и затронуло только российский сегмент сервисов. Также по условиям сделки компания Насперс приобрела более 18% доли компании Авито Холдинг за 50 миллионов долларов. Тут добавлю, что медиаконцерн Насперс владел до этой сделкой 100% Сланда, который он приобрел за 29 миллионов долларов в 2011 году. Годом ранее корпорация вложила от 20 до 40 миллионов, по разным данным, в ОЛЛХ. Сумма не раскрывается. Получил 84% этого сервиса. Авито был запущен в 2007 году. До сделки 22,4% прижали Нафта Восток, остальное шведская компания АБ Кеневик. Иными словами, Василий, лидер Рунета в этом сегменте на дальнейшие годы получается ясен. Так? Ну, наверное, потому что получившийся конгломерат обслуживает, я думаю, что добрую половину рынка. Хотя за другими участниками стоит либо история, как в случае из рук в руки, либо мощный оффлайновый игрок, как в случае с деловым миром. Да, там стоит медиатрий-концерн, который владеет также аргументами и фактами. Да, ну и не надо забывать, что на самом деле есть еще eBay, который выработал какую-то собственную российскую политику наконец. Поэтому я бы так сказал, что тенденция обозначается, но по факту, мне кажется, что соревнования в этом сегменте далеко не закончены. А вообще бизнес на этом весьма себе заметный, да, вот эти маленькие объявления. Давайте так скажем, что когда-то, вот в рамках истории Рунета, это получается, что целую эпоху назад, бизнес классифайда был гигантским оффлайновым бизнесом. На нем построено довольно большое количество состояний и даже в России. Ну, многие из нас помнят, те, кто не совсем молод, эти огромные толстые газеты. Да, но под воздействием тенденций, прежде всего, американских, этот бизнес начал разрушаться, потому что люди перестали понимать постепенно, это у нас прохладило медленнее, чем в Америке, например, зачем им нужно печатать бумажные объявления. И как в Америке Крайглист в основном уничтожил индустрию размером в десяток миллиардов долларов с кукожившуюся, да, там, полтора в прошлом году рынок классифайда, так и в России это масштабирование тоже случилось. Поверьте мне, с точки зрения размеров нашей экономики, рынок классифайда не должен включать в себя, то есть должен включать в себя компании сильно более дорогие, чем те, которые из этого пресс-релиза выстреливают. Ну, условно говоря, если на рынке вращается примерно миллиард долларов, а я думаю, что значительно больше, чем миллиард. Миллиард долларов вокруг классифайда в России? Да. Так. То ключевой игрок на этом рынке должен стоить несколько сотен миллионов. А если мы видим, что при данном слиянии... Речь идет о десятках миллионов? Речь идет о десятках миллионов. Ну, как-то. А где же эти деньги тогда? Ну, если коротко, совсем вас, буквально несколько секунд на обсуждение этой новости. Я думаю, что, а их нет, они будут становиться меньше. Сегмент, на самом деле, склонен к бесплатным решениям. Вот как. Ну, то есть, в общем, рынок сам по себе по объему несколько скукоживается и консолидируется вокруг таки, объединившегося Авито и еще пара-тройки игроков. Но при этом серьезной тенденции к росту выручки в этом сегменте, на самом деле, скорее не наблюдается. Ну, хорошо, пойдем дальше. В нашем топ-10 очередная новость имеет несколько грустную окраску. Корпорация Google анонсировала в марте проведение очередной чистки, в ходе которой была прекращена поддержка восьми сервисов компании. Среди прочих, под сокращение попал агрегатор Google Reader, окончательно прекративший свою работу в начале июля. Руководство корпорации объяснило закрытие сервиса желанием компании сосредоточить свое внимание на развитии других продуктов. Скажу тебе, кто не знает, Google Reader представляет некий RSS-агрегатор, при помощи которого можно было оперативно получить информацию об обновлениях сайтов, блогов и так далее. Он был любим такими активными пользователями Оных, активными читателями. И хотя наряду с Reader Google закрыл еще семь сервисов, но именно закрытие Reader вызвало наибольшую активность. Против нее протестовали десятки, если не сотни тысяч пользователей. И тем не менее сервис был убит. Означает ли это, Василий, что Google отходит от своей политики повышенного внимания пользователя, но становится такой обычной корпорацией, которая руководствуется ровно бизнес-задачами? Мне кажется, что эти иллюзии вообще довольно давно должны были быть развеянными. Google — это бизнес очень большой, очень на самом деле прагматичный. Другое дело, что в рамках собственной стратегии, в рамках собственного миссионерства, они регулярно обращаются к, назовем так, к эмоциям пользователя. Ну то есть для них вот этот вот слоган «Don't be evil» — это просто часть маркетинга. Она вполне значимая. Другое дело, что совершенно не обязательно при этом тратить деньги, а содержание Google Reader на самом деле не было бесплатным для корпорации. Да и не было таким дорогим, кстати. Это все-таки невысоконагруженный сервис. Еще раз, неважно. Важно, что все равно что-то стоило. Для того, чтобы... Кроме того, мы же знаем там только верхнюю часть айсберга, да, мы знаем, и мы примерно можем догадаться, о каких серверных расходах шла речь. Но кроме серверов есть разработчики, есть маркетологи, есть люди, которые должны были пытаться зарабатывать на этом какие-то деньги. А они же тоже стоят чего-то. Поэтому я бы так сказал, что это важное событие, и скорее у него такая природа дуальная. Она, с одной стороны, учит нас, что надо уметь отказываться даже от того, что популярно, если тебе это не приносит выручки коммерческой выгоды. А с другой стороны, нужно понимать, что это очередной свидетельство того, что в интернете ничего не бывает вечным. И ничего не бывает бесплатным. И, скорее всего, ничего не бывает бесплатным. По крайней мере, если где-то еще осталось, то оно будет меняться. Еще один момент, который хочется коротко затронуть в этой истории, это, собственно, сам по себе. Собственно, сам по себе RSS-формат. Поскольку, де-факто, закрытие гуглом этого гугл-ридера ясно было продиктовано в том числе и тем, что RSS не прижился. То есть получается, что формат, на который делали ставку, что он несколько лет назад, полагали, будет довольно активен и популярен, почему-то не пошел. То есть люди не хотят читать обновления блогов, сайтов и прочего, которым они проявляют интерес, в постоянном режиме. То есть люди вообще, получается, читать не очень хотят. Хотят, чтобы отфильтровывали это. Я думаю, что идеи типа RSS, они рождались в тот момент, когда количество информации еще не перелилось через верх стакана потребителей. Всевозможные границы. Да. На сегодняшний день, мне кажется, что наличие таких сервисов, как RSS, оно немножко избыточно. В общем, нужны фильтры, и это уже объективная реальность. Нужны фильтры, нужен умный контент, который сам находит тебе путь. Сейчас прервемся для выпуска новостей. И вернемся к вам через пару минут с продолжением подведения итогов первого полугодия 2016 года в онлайн-среде. И снова доброе утро, друзья. Это программа «Рунет» сегодня. От 5 августа 2016 года мы звучим на 99,6 в Москве. Меня зовут Максим Спиридонов. А эксперт этого выпуска – Василий Гатов, руководитель Центра медиа-исследований «Рео-Медиа-Лаб». Напомню, что традиционно мы рассказываем о главных и важных событиях в онлайн-среде в цифровом пространстве, в электронной коммерции, в социальных сетях. И этот выпуск специальный. Мы собрали некоторые топ-10 важнейших событий глобальной сети и «Рунета» за прошедшие полгода, за первые полгода 2016 года. Ну и разбираемся, смотрим на них с разных сторон, подводим итоги определенные. Значит, обсуждаем топ-10 событий. И на очередь взгляд на еще одно знаковое событие, знаковую новость разбираемого нами периода. Весной состоялось объединение корпораций «Субмедиа» и «Рамблер Афиша». Решение о слиянии приняли владельцы данных интернет-активов Александр Мамут и Владимир Потанин. Управление объединенной компанией принял на себя Александр Мамут. Надо добавить, что главный вопрос, ответ на который еще до конца не получен, станет ли эта сделка поворотной во внешней и внутренней политике ВКонтакте, или все останется более-менее по-прежнему, это будет такой довольно большой, но все еще эгегей-стартап под руководством очень харизматичного и очень своевольного лидера. Мне кажется, что ответ уже состоялся. Каков он? Это не стартап, и стартапом уже никогда не будет. Может быть, у него появятся какие-то элементы развития, похожие на стартапные, но когда крупный инвестиционный фонд осуществляет фактически сделку по поглощению молодого продукта, и неважно, разглашалось или не разглашалось, мы понимаем, что сумма, которая поменяла денег, поменявшая хозяина, довольно большая. Здесь вставлю, что в ходе сделки ВКонтакте было оценено примерно 2,8 миллиарда долларов. Поэтому, в общем, конечно, это уже никакой не стартап. Ну а то, что роль господина Дурова в развитии проекта, несомненно, велика, и будет ли эта роль такой же сильной, его позиция такой же сильной дальше, при условии, что у него далеко не контроль с точки зрения ации? Ну это гадание на кофейной гуще, да? Мы не присутствуем и не имеем никого в комнате совета директоров, да? На мой взгляд, она уже, очевидно, несколько изменилась. Стали попричёсывания. И это, скорее всего, признак того, что на место харизматика приходит прагматик. А кто он, как он будет называться, за что он будет отвечать, какие цели перед ним поставят контролирующие акционеры, сказать довольно сложно, потому что если инвестиция, например, Усманова в ВКонтакте носит прагматический характер, то относительно инвестиций United Capital Partners есть большие сомнения. И более того, есть большие сомнения, не консолидируются ли позиции этих двух сторон, Усманова и Щербовича, таким образом, собрав в одних руках, ну или в одной стране подавляющую мажоритарную часть ВКонтакте, и какую политику они будут проводить? Не секрет, что и те, и другие, в общем, близкие к власти? Я думаю, что тут власть — это третий, если не менее значимый игрок. На самом деле, даже сильно политически озабоченные инвесторы все-таки заботятся о своих деньгах. Поэтому, скорее всего, будут предприняты всяческие меры для того, чтобы укрепить, пусть и не такое волшебное, как, может быть, виделось Дурова, но спокойное будущее этих инвестиций. А вот этот харизматик и прагматик — это одно лицо? Вы говорите, что прагматик сменит харизматика. То есть Дуров останется у руководства, как вы думаете, в перспективе года, например? Я думаю, что, скорее всего, да, но этот прагматик — это другой человек. Окей. Ну то есть будет еще один физический человек или несколько, которые будут сдерживать. Ну хорошо, будем следить за этим событием. Несомненно, это одна из самых интересных тенденций, которая будет развиваться с новыми в ближайшие полгода и которая случилась в предыдущие шесть месяцев. Мы вернемся к вам через две минуты и продолжим подводить итоги полугодия в цифровом пространстве, выделять главные, расставлять акценты. Впереди много интересного. Доброе утро, друзья! Урнать сегодня программа о главных событиях в цифровом пространстве от 5 августа 2019 года. Сегодня у нас необычный выпуск. Мы подводим итоги полугодия, первого полугодия 2019 года и создали некий такой импровизированный топ-10 главных событий онлайна, интернет-бизнеса, социальных сетей и так далее. Меня зовут Максим Спиридонов, а эксперт топ-выпуска Василий Гатов, руководитель Центра медиа-исследований РИА Медиалаб. Значит, продолжаем говорить о ярких событиях первой половины 2019 года в интернете. На шестой позиции нашего топ-10 рассказ о том, как сегодняшний обитатель транзитной зоны Шереметьево вскрыл карты американских спецслужб. Громкий международный скандал разразился в июне этого года. Сотрудник американского агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден рассказал средствам массовой информации о государственной программе «Призм», согласно которой осуществляется слежка за телефонными и интернет-коммуникациями между гражданами иностранных государств. Директор национальной разведки США Джеймс Кейпер под давлением СМИ был вынужден подтвердить существование «Призм». Причем первое время, если помните, спецслужбы старались отрицать наличие такой программы и факт настолько тесного сотрудничества. Однако потом как-то по-тихому такие отрицания прекратились. То есть в итоге доследят. Василий, да? Ну, немножко сложнее. Значит, дело в том, что существование «Призм», точнее так, некой системы, просто кодовое имя которой не разглашалось до определенного момента. И которое, может быть, на самом деле и другое. Нет, оно такое. Оно не только не отрицалось, оно было предусмотрено законом о патриотизме, равно как и существование специального суда, выдающего санкции на подобное наблюдение за лицами, представляющими опасность для Соединенных Штатов. Так. В разоблачениях Сноудена самое главное не факт раскрытия существования такой системы. Сейчас подчеркиваю, существование такой системы предписано законом. А то, что с ее помощью велось наблюдение за гражданами США. В том числе и без наличия специальной санкции другого суда, не вот этого вот ФИСа, так называемого суда. А также наличие у этой же системы санкций на так называемое широкое прослушивание. То есть в отношении любых людей, находящихся в контакте с теми, в отношении которых есть санкции. Ну, подождите, а почему-то все так сполошились. Я вот служу тоже по инфраструктурному полю в Европе, в той же Германии. Там реально были ноты, в чем дело, почему США за нами следит. Давайте разберемся. Да, ну, в процессе выяснилось, что немецкие спецслужбы имеют свою систему. Запалились все. Причем следящую в еще большем масштабе, чем американская система, что английские спецслужбы имеют свою систему. Не будем забывать, что у нас тоже есть системы СОРМ и СОРМ-2. По сути дела, встал вопрос, насколько, благодаря Сноудену встал вопрос, насколько использование открытой и полуоткрытой информации, которую мы размещаем о себе в сети, может быть использовано спецслужбами для того, чтобы контролировать поведение общества. И в том числе, когда начали разбираться конкретные кейсы, в Америке довольно много написано про конкретные кейсы уже, использование призм в отношении конкретных подозреваемых. Тут ни у кого серьезных вопросов не возникает. Это люди, действительно подозреваемые в терроризме, действительно имеющие опасное влияние на несчастных людей, типа тех же братьев Царнаевых. Но когда речь идет о принципах, то гарантированное, например, в американской конституции прайвеси, оно сильно подвергается... Иными словами, это событие, несомненно, стало знаковым и, возможно, вообще войдет в историю как некая первая точка борьбы против деанонимизации, то есть борьбы такой за частную жизнь, которая, возможно, уже давно была проиграна на самом деле. Ну, соглашусь, что это важное событие. Далее поговорим о знаковых цифрах, которые были начертаны на знаменах электронной коммерции Рунета в первом полугодии 2013 года. Позиция 7. Интернет-магазин одежды и обуви Ламода объявил о новом раунде финансирования. Сервис привлек 130 миллионов долларов от консорсума инвесторов во главе с компанией Access Industries Леонардо Балаватника. Подробности сделки не раскрываются. Интересно, остались ли еще скептики, скажем, из числа оффлайн-ритейлеров, которые продолжают сомневаться в эффективности интернет как следы для продаж? Как вы наблюдаете? Вот сейчас 130 миллионов долларов, как недавнее обсуждаемое нами событие с Ламодой. Довольно знаковая сумма, весьма великая. Я думаю, что в общем не осталось. Другое дело, что мы уже который год живем в ожидании какого-то сверхпрорыва здесь. При этом похоже, что это ожидание имеет все основания затянуться еще немножечко. А происходит всего-навсего очень быстрый рост? Происходит рост, но это рост не столько за счет увеличения аудитории, например, e-commerce, сколько за счет увеличения активности тех, кто этим и так пользуется. А здесь ограничивающий фактор довольно близок. Ну то есть те, кто пришел в сеть, они будут покупать больше, но там безумно покупать не могут. Послушайте, ну как бы объем ваших покупок ограничен вашими доходами. Даже при том, что интернет-аудитория не самая бедная в России, но ее доходы не бесконечные. У нас в интернете не 50 миллионов Прохоровых, да? Соответственно... У нас в интернете 60 миллионов россиян. Чем больше становится аудитория, тем меньше становится средний доход. Но получается, если у нас в интернете сидит практически каждый второй на сегодня, почему бы ему свои покупки все больше туда не переносить? Ну чисто гипотетически. Это правда, но заметьте, все 2000-е годы e-commerce в развитых странах испытывал проблемы. Реальный взрыв торговли, интернет-торговли пришелся на 10-е годы. То есть примерно начиная с 9-го года начался взрывообразный рост. С появлением сервисов, которые начали оказывать адекватные услуги, которые не могли оказывать оффлайновые магазины. Тет же Zappos, тот же Amazon, специализированные магазины eBay и так далее. Это результат инфраструктурных инвестиций. Ламода, простите, не является инфраструктурной инвестицией. Ну, там инвестиции, в том числе инфраструктуру самой Ламоды, но не инфраструктуру всей системы электронной комиссии. У нас все равно на пути всего находится Почта России, понимаете? На пути всего находятся дороги, если так совсем упростить. И расстояния. Просто вы не хотите кого-то называть дураками. Нет, я могу назвать Почту России и не такими словами. Совершенно спокойно считаю это возможным, поскольку так принято даже ругать их. Хотя де-факто расстояние и те самые стояния коммуникаций дорожных, железнодорожных, каких еще хотите, в России реально сильно отличаются от того, что, скажем, имеет Европа, ну и даже США. Хотя США тоже немаленькое пространство, но тем не менее. Это объективно так. Это объективно так, но при этом логистика – это только одна составная часть проблемы. Вторая составная часть проблемы, простите, это бедность. Вообще бедность. Ну да. Хорошо, возвращаясь к теме электронной коммерции в целом. Вам кажется, что взрыв состоится, вот мы начали, да, все ждут взрыва, и его никак нет. Есть всего-навсего рост в десятки процентов в год, что, в принципе, тоже неплохо, но нельзя сказать, что это сотни или что-то подобное. Эффект низкой базы продолжает сказываться. Где он преодолен – это в области, там, тревел. На сегодняшний день, там, российская геокоммерс в путешествиях, она уже приобрела взрослые формы. Да, и конкурирует в полный рост с оффлайн-игроками. Да, а что касается остальной онлайн-торговли, то здесь идет поиск эффективной модели, причем эффективной, опять же, с двух сторон. Важно не только организовать бизнес, в котором у тебя достаточная маржа, но надо организовать поведение пользователя, который бы соглашался с этой моделью. Угу. Ну, хорошо. Нам надо двигаться дальше. К сожалению, не только в США государство стремится вмешаться в дела онлайн-индустрии, не всегда понимая, как сделать это деликатно и грамотно. Сейчас о важном событии из наших родных Палестин. Новость номер восемь. Владимир Путин подписал законопроект о борьбе с распространением пиратских фильмов в сети. Среди прочего, правовой акт дал возможность в досудебном порядке блокировать сайты, на которых, по мнению правообладателя, размещена пиратская копия его фильма. В законе также указано, что дела, связанные с защитой интеллектуальных прав на кинопродукцию в интернете, должны рассматриваться в московском городском суде. Ну, можно сказать, что первоначально законопроект должен был касаться всего нелегального контента. Но ко второму чтению речь стала идти пока только о фильмах, то есть за счет активной реакции игроков отрасли, включая Янгс и Гугл и других, или еще за счет чего-то, часть контента удалось отстоять, если можно так выразиться. Аудиоконтент удалось отстоять, музыку, грубо говоря, книжки, получается. Однако продолжение, вероятно, следует. Вероятно, да. Насколько будет она жестким, как вы думаете? Ну, я думаю, что в целом попытки государства регулировать интернет как среду распространения и как частично медиа являются неизбежными. Но, на мой взгляд, это битва нас много лет. И в ней будут тактические победы законодателей, стратегические победы пользователей и глубокие поражения, на самом деле, государств. Потому что любая борьба с подобного рода натуральными свойствами, ведь делиться контентом — это натуральное свойство сети интернета. Это нормально. Это примерно так же, как говорить, что воду вы можете пить только в бутылках. Вы должны заплатить правообладателю разливания воды в бутылки за то, что вы взяли бутылку. Вводя на более широкий уровень эту дискуссию о взаимодействии власти и интернета, власти, которая уже основательно и отчетливо взялась за регулирование Рунета, пока что не во всех отраслях, но все еще впереди, Вы какое событие видите? Скорее, утопию, когда государство практически в белых тапочках просто смотрит за тем, как красиво пользователи делают все, что хотят, и улыбается этому, радуется тому, как обсуждаются государства в разных плоскостях, и хвалят, и ругают, и, в общем, никак не регулируют это, и дает возможность электронной коммерции торговать в свободном рынке, не ставя никакие пошлины, не создавая проблемы, или антиутопия, когда железный занавес, китайский вариант или даже жестче, гайки закручены, коммуникационное поле, блоги, соцсети регулируются, электронная коммерция всячески там датируется, или наоборот ставят соградительные пошлины для покупки в зарубежных тренд-магазинах. Ну вот какой вариант вам кажется более реалистичным? С точки зрения направления, пускай даже не конечного воспроизведения. Я думаю, что не бывает абсолютной антиутопии. Так и не бывает абсолютной утопии, да. Правильно, как не бывает абсолютной утопии. Но направление. В том же Китае, на самом деле, цена наличия великого китайского фейерволла, это на самом деле возможность работать, например, с той же электронной коммерцией, с гигантской аудиторией Китая, и работать в общем без особенных ограничений. Равно как и возможность прививать им любовь к сервисам, которые сегодня, может быть, вынуждены цензурировать, а завтра, кто знает, как поменяется государство, которое действует из исключительно прагматических соображений, в Китае, по крайней мере. Но государство всегда стремится как-то поджать, просто по соображениям той же самой прагматики. Да, но что касается нашей конкретной ситуации, то я думаю, что мы сталкиваемся не с логичной системой вот вам ограничения, вот вам возможности, а стремление прежде всего вмешаться в область возможностей. И здесь я хотел бы напомнить прекрасную шутку армейскую по поводу того, что если ты плюнешь на коллектив, то коллектив утрется, а если коллектив плюнет на тебя, то ты утонешь. Думаю, что история с государством, которое начинает вмешиваться в привычки десятков миллионов людей, на самом деле не такая простая. Но государство будет пытаться делать это деликатно или железной рукой? Нет, железной рукой не получается, а деликатно в современном медиапространстве не очень возможно. Некий компромисс. Окей, сейчас нам нужно прерваться, чтобы уступить микрофон коллегам из новостной службы. Вернемся через пару минут и подведем итоги в рассказе о десяти главных событиях первой половины 2014 года в онлайне. Доброе утро, друзья. Друзья, снова ровно сегодня программа о главных событиях в цифровом пространстве. Напомню, что сегодня у нас специальный выпуск. Мы собрали топ-10 главных событий первой половины 2014 года. Это передача от 5 августа 2014 года. Говорю для тех, кто слушает нас в подкасте, что делать рекомендую всем и каждому, то есть подписываться на ленту и получать каждый эпизод программы, прослушивая его в удобное для вас время. Меня зовут Максим Спиридонов, а эксперт выпуска Василий Гатов, руководитель Центра медиаисследований РИА Медиалаб. Итак, 10 важнейших событий полугодия. По версии программы Ронет сегодня финал близок. На очереди позиция номер 9. Фотоприложение Инстаграм предоставило пользователям возможность снимать видео. Программа позволяет записывать ролики длиной до 15 секунд и обрабатывать их при помощи специальных фильтров. Подобно фотографиям, видео публикуется в общей ленте пользователя. Введением нового функционала было объяснено тем, что статической картинки, фотографии бывает недостаточно, чтобы запечатлеть интересные моменты жизни. Что, в общем, ну, как бы такая тривиальная правда. Но мне кажется, что действия Инстаграма, подобных сервисов, очень живая тема с точки зрения сегодняшних изменений и тенденций. Пока не ясно, какую роль может занять пользовательское видео в будущем, вот в этой нашей живой трансляции жизни, которая сегодня уже транслируется многими в рамках социальных сетей. Текстом, транслируется картинкой, статичным изображением. И вот видео, каким оно будет, как вы считаете? Вы знаете, я вот как-то так получилось, что я не очень твердая аудитория Инстаграма. То есть меня, я пользуюсь этим сервисом, но абсолютно не так, как люди, которые выбрали его органически. Может быть, потому что я недостаточный визуал для него. Но, на мой взгляд, все, что пока делает Инстаграм, очень логично укладывается в действительно концепцию лайв-стриминг и появление видео тоже. Условно говоря, логика Инстаграма заключается в следующем. Вот вам инструменты, которые позволяют даже очень банальную фотографию украсить так, чтобы она могла показаться произведением искусства. С видео все немножко сложнее, потому что, как только ты фиксируешь жизнь, то тебе важен сюжет, контекст, герой, обстоятельства. Если это не пейзаж, конечно, да, как бы, но вряд ли ты будешь постить видео пейзажа. Зачем? Возможно, концептуально они исходили из логики, что, ну, на 15 секунд у каждого хватит представления о том, что является законченным сюжетом. Что такое работа оператора, режиссера, сценариста и так далее. Вот. Как показывает опыт хоум-видео, которому уже, в общем, 25 лет. Лучше бы люди не снимали. Вот такой опыт показывает. Вот, пожалуй, что лучше не надо. Но, с другой стороны, времена меняются, и визуальная культура распространяется, и количество людей, их процент, который, как бы, заинтересован в видео, и в видеомонтаже, и в видеотворчестве, он растет, и качество, на самом деле, начинает появляться в хоум-мейд, или точнее... А вот тогда обобщу вопрос, может быть, совсем, если коротко можно ответить. Не считаете ли вы, что подобная работа с фотографией, впоследствии с видео, она реально повлияет на, такой, так сказать, рост общественного сознания и культуры планеты в целом, боюсь сказать. Поскольку, ну вот, они смотрят на хорошие примеры, пытаются сами делать многое, экспериментируют, и, ну, фотографии становятся лучше, и видео, дай бог, станет лучше. Это очень такой дальний выстрел, да, знаете, как бы, появление индустрии производства красок, видимо, повлияло в 18 веке на развитие визуальной культуры человечества и привело к ряду событий в веке 19, но это дальний, очень медленный. Ну окей, ну и напоследок, позиция номер 10, в списке важнейших онлайн-событий первой половины 2016 года, речь пойдет о Mail.ru, который стал самостоятельной поисковой системой. Портал Mail.ru отказался от технологии компании Google и полностью перешел на поисковый движок собственной разработки. Как говорится в пресс-релизе Mail.ru Group, для того, чтобы предоставить пользователям качественный поиск, за последние 6 месяцев объем индекса был расширен с 5 до 10 миллиардов документов, а на обработку поисковых запросов выделено несколько тысяч серверов. Есть, пожалуй, два больших вопроса по этому поводу. Способен ли Mail в перспективе, конечно, полноценно и равноправно конкурировать с Яндексом и Гуглом, двумя главными поисковыми системами и двумя такими бодающимися гигантами на рынке Рунета? И второй, думает ли Mail идти своим поиском из рубежной рынки или еще куда-то? То есть будет ли это развиваться как-то не только в рамках нашего Ру-пространства, но и более широко? Как вы думаете? Исторический ответ дам. Ну вот традиционно принято говорить, что Yahoo — это такой игрок рынка мирового интернета, который ошибся. Иху — это игрок, который ошибся. Это такая философская фраза. Да, ну типа вот как бы у них было все и... С другой стороны, когда ты смотришь на размер бизнеса Yahoo, и на то, как этот портал, этот динозавр из конца 90-х продолжает оставаться в мировом контексте и в некоторых странах является абсолютным лидером, например, своего... Ну даже не своего сегмента, а локального интернета, да? Типа Японии. Типа Японии, да? Или Франции. То к вопросу об ошибках, конечно, не хочется возвращаться. Кроме того, очень хочется спросить тех людей, которые так высоко смотрят что на Mail, что на Yahoo, простите, пожалуйста, а ваши акции котируются на мировых биржах, и ваша выручка составляет миллиарды? Хорошо, одних долларов, у других рублей, но все равно это грандиозные компании, сделавшие очень много и для рынка, и для бизнеса, и так далее. Я думаю, что опленная логика в том, что делает Mail, есть. Я подозреваю, что Mail не собирается распространять свою технологию за пределы кириллицы, рынка кириллицы, потому что это не имеет серьезного смысла. По крайней мере, пока что, наверное. Думаю, что стратегически не имеет, потому что сопротивляться развитием технологий Гугла, который может себе позволить одновременно расти на всех рынках, примерно одинаково, но при этом те инвестиции, которые Гугл делает, условно говоря, в арабский рынок, несравнимы с теми возможностями, которые есть у Mail в отношении того же рынка. Хорошо. Mail в Рунете. Вот если фантазировать, какой процент поискового рынка он мог бы взять? Ну, я думаю, что для того, чтобы эффективно обслуживать своих ключевых клиентов, им нужно несколько процентов. У них там, по-моему, до 10% уже. Ну, вот как бы примерно эту зону надо удерживать. То есть у них уже все, слава богу, и могут дальше спокойно себе расти потихонечку. Ну, еще раз, я не вижу здесь ничего, кроме нормальной и нормальной элемента корпоративной стратегии. Но невозможно бесконечно заниматься улучшением кнопочек, расположений всплывающих окон и так далее. Время от времени нужно инвестировать в технологии и в скелет твоего сервиса. Поиск для почты — это скелет. Как поиск в твоей почте, в собственной, так и поиск в отношении того, что почта тебя инициировала. В общем, Мэйл опять ничего инновационного, но все очень правильно сделал. Нормальное индустриальное решение. Прекрасно. Значит, на этом все. Что касается топ-10, он завершен. И я предлагаю буквально в несколько слов, ну, то есть, если быть точным, в 3-4 минуты, подвести итог всему сказанному. Этому топу. Вот мы сейчас прошли его еще раз и взглянули на события более-менее так в фронтологическом порядке. И попробуйте сделать некий прогноз на второе полугодие, что будет происходить, что, скажем, зачем наиболее интересно было бы следить. Давайте начнем с того, что подведем итог. Значит, вот эти события. Какое из них, на ваш взгляд, тут самое интересное, самое яркое? Ну, для локального рынка, конечно, изменения ВКонтакте. Да, согласен, да. Если говорить о более глобальном контексте, это, по сути дела, наверное, ну, в целом, вот эти ожидания e-commerce, электронной коммерции, в применении к тому, ну, взлети уже, ну, сделайся птицей счастья завтрашнего дня. Ну, плюс еще можно к этому вспомнить, то, что e-commerce от кино развивается не только в Рунете, но и кроссборд, так называемый. То есть российский пользователь, прочувствовав возможность интернет-покупок, стал смотреть на Запад, и Запад ему стал предлагать вполне себе конкурентные и, кстати говоря, гораздо более дешевые предложения. И третьим бы я поставил по значимости, как-то не странно, вот эту неопределенность медиа в интернете, как бы вот то же слияние Рамблера и Рамблера-афиши и супа, это история про отсутствие эффективных бизнес-моделей для медиа-интернета и не очень понятного перспектив на фоне все более усиливающихся социальных сетей, все менее становящихся понятными каналов прихода людей на контент и все более сомнительного, назовем так, бизнеса вокруг медиа в интернете. Хорошо, ну и тогда какой-то прогноз на ближайшее, на второе полугодие до конца 2013 года. Такими тенденциями будете наиболее внимательно следить и советую бы также обратить внимание нашим слушателям. Я считаю, что наиболее важные тенденции второй половины года это развитие мобильных приложений, и разных форм доставки контента, рекламы и так далее в мобильных. Это, как я уже использовал, область переливания через край. Здесь накопилась критическая масса, здесь накопилась критическая масса пользователей в смартфонном рынке, накопилась критическая масса игроков, заинтересованных в этом. И я почти уверен, что нас ждут очень интересные события в области слияния и поглощения. При этом денег там пока что не так много. Да, но зато там есть рост, который очень интересен инвесторам. Ну и, наверное, законодательная активность и вот эти вот продолжения истории с запретами или не запретами разных форм контента и способов блокирования сайтов, нарушающих эти законы. Ну и, соответственно, не забывайте еще про экосистему смарт-ТВ, которая растет еще большими темпами, чем смотрение, например, видео на мобильных платформах. И потихонечку начинает в эту систему еще влезать история с умными часами, история с носилыми датчиками и всякими нательными компьютерами. Это все тоже нас ожидает, но даже не в полугодия, это уже в ближайшие годы, так вот, на председатель развития. Нет, значит, вторая зона, это, конечно, третья, получилось третья, это, к сожалению, изоляция. Россия у другого мира. Потому что мы наблюдаем в этом смысле, к сожалению, явные тренды на то, что наш рынок пытается закуплиться. Окей, на этом все, к сожалению, пора заканчивать. Время и стекло. Это был выпуск стоп-10 глажнейших событий 2019 года. Меня зовут Максим Спридонов. Слушайте Рунет сегодня, каждый понедельник. Пока.